Завод «Искра» с момента своего создания – надежда отечественной промышленности, гордость Ульяновской области. Микроэлектроника, радиоаппаратура, сложная вычислительная техника. В 70-е годы производственные мощности предприятия формировались с расчетом на военные нужды. Остаться на плаву после распада СССР помогло возвращение к корням. В 2008 году предприятие стало частью «Алмаз-Антей» – крупнейшего государственного концерна оборонки страны. Время показало, та стратегия, которую нам поставил концерн, она оказалась верной. Мы за эти 15 лет, о чем уже говорилось, полностью перевооружились. Мы создали массу других производств, которых не было до этого. Мы освоили технологии, которых тоже у нас не было. Новые вызовы добавила современность. Санкции и потери поставщиков, сказавшиеся на всей российской промышленности, больнее всего ударили по оборонной отрасли. Вопреки всему, предприятие не только нашло новых поставщиков, но и самоактивно включилось в производство импортозамещающих компонентов. Помогла новейшая производственная база. На заводе реализовано огромное количество сложных технологических решений. Были внедрены две диффузионных печи, вот эти последние, и, соответственно, 22-й год. И, соответственно, ввели в эксплуатацию участок подготовки поверхности, и сейчас вводится в эксплуатацию участок золочения регионического. Данный участок, он единственный, который в стране может производить диффузионную сварку от имени таких габаритов. Предприятие «Искра» – одно из самых динамично развивающихся сегодня у нас в концерне. И, если можно так выразиться, визитной карточкой предприятия является то, что все заказы, которые поручаются заводу, они все выполняются, причем выполняются в срок. Сейчас завод выпускает продукцию в три смены. О востребованности говорит и то, что за 15 лет работы в составе концерна количество персонала выросло в пять раз. Привлекает специалистов не только условия труда, но и размер заработной платы. Мы в области проводим большую работу по увеличению заработных плат на предприятиях. И хочу также поблагодарить руководство предприятия, что они откликнулись на наш призыв. Если взять период январь-июнь 2023 года, то по сомнению с аналогичным периодом 2023 года заработная плата поднялась на 17%. Рост должен положительно сказаться на привлечении молодых специалистов. Многие работники – выпускники местных вузов. Предприятие само заботится о подготовке кадров. Будущие инженеры, операторы, наладчики и программисты обучаются на двух базовых кафедрах – УЛГУ и ЛГТУ. Вводятся в эксплуатацию новые операционные участки. Из года в год растет объем, количество наименований и качество выпускаемой продукции. Взятый 15 лет назад, курс оказался верным. Разгоревшаяся искра сегодня – важное звено в цепочке российской экономики, прогрессивное и востребованное предприятие. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, репортер 73.